Всем доброго дня, это Гелиос Саар и География России, природа и население, 8 класс, завтрастом Алексеева, Низовцева, Ким, издательство Дрофа. Параграф 54. Сельская Россия. Где больше чувствуется своеобразие России? В городах или в сельской местности? Ну, довольно-таки своеобразный вопрос. Дело в том, что Россия это и города, и сельская местность. В российских городах присутствуют свои определенные черты, в российской деревне свои определенные черты. Причем деревни где-нибудь на севере и деревни на юге будут существенно отличаться друг от друга. Города будут несколько более похожи, но даже у них, у северных, центральных, южных, будут свои определенные различия. Поэтому сказать, что вот надо своеобразие России видеть только в деревне или только в городе, нельзя. Россия это и города, и села. Причем и маленькие города, и большие города, и какие-нибудь небольшие деревни, и большие поселки, станицы. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? Сельская местность это обитаемая территория вне городов. Сельских поселений гораздо больше, чем городских. Всего в России их около 140 тысяч, то есть в 50 раз больше, чем живет в них, при этом живет в них значительно меньше людей. Средняя российская деревня имеет всего 270 жителей. И вот вопрос 218. Различные типы сельских поселений. Велико разнообразие сельских поселений России. Вот только три примера из 140 тысяч возможных деревень. Слева одна из малых деревень Центральной России, удаленная от автодорог с твердым покрытием. Никаких учреждений и обслуживания там, как правило, нет. Только живые дома и хозяйственные постройки. В центре новые дома в одном из сел Владимирской области. Видно, что это более крупный и оживленный населенный пункт. Присутствуют полноценные дороги, электричество, освещение улиц. Далее, справа, Подченковский конезавод в Нижегородской области, основанный еще в 18 веке. В отличие от большинства конезаводов, здесь разводят не скаковых лошадей, а лошадей тяжеловозов для работы в сельском хозяйстве. Известно, что на многих видах сельскохозяйственных работ использовать лошадь экономически выгоднее, чем автомобиль или трактор. Это еще более крупное село, застроенное не только одноэтажными, но и двух- и даже трехэтажными домами. Естественно, что там присутствует большое количество, уже там могут присутствовать даже несколько магазинов, какой-нибудь там клуб, где можно прийти отдохнуть и так далее. Издавна число жителей в сельских поселениях определялось плодородием земель, возможностью прокормить себя охотой, рыбной ловлей, сбором грибов, ягод. Поэтому даже сейчас, когда условия жизни в сельской местности изменились, многие ее жители заняты отнюдь не только в сельском хозяйстве. Наибольшая плотность сельского населения по-прежнему в районах с самыми плодородными почвами и наилучшими агроклиматическими условиями. Чем выше плодородие, тем больше людей может прокормить земля. Но чтобы хорошо обрабатывать эту землю, нужно жить рядом с ней. Чем ближе участок земли к дому крестьянина, тем больше на нем выводят удобрений, тем тщательнее обрабатывают, тем интенсивнее используют. И вот, собственно говоря, таблица 219. Как можно использовать сельскую местность? Что ж, сельский житель. Земля досталась от предков, поэтому будем вести хозяйство, заниматься рыболовством, охотой, сбором грибов, ягод, как наши отцы и деды. То есть, то, как рассматривает сельский житель территорию. Земля досталась от предков, аккуратно ведем сельское хозяйство, ловим рыбу, занимаемся охотой, собираем грибы, ягоды, как отцы и деды. Предприниматель. Хорошо бы купить эту землю и начать строительство коттеджей для горожан. Естественно, что это будет не очень выгодно. Для второго предпринимателя выгоднее построить, например, кирпичный завод, потому что на территории есть отличное сырье. Для лесозаготовителя он будет рассматривать лес, который можно вырубить, получив значительную прибыль. А для представителя фирмы «Туризм и отдых» они будут рассматривать красоту определенной территории. То есть, сельская местность, она может иметь очень разное применение. И задается вопрос. Отберите наилучшее, на ваш взгляд, сочетание видов хозяйственного использования. Но мое личное мнение, что то, как рассматривает сельский житель и, например, представители фирмы «Туризм и отдых», они, в принципе, очень даже похожи. Потому что какая-нибудь река, лес, их, как правило, сельские жители особо как-то использовать не будут. Ну, а поля тоже имеют свою какую-то определенную красоту. Поэтому, в принципе, можно будет очень даже красиво все это совместить. Потом, в принципе, второй предприниматель, который рассматривает территорию под строительство коттеджей, тоже может скооперироваться, то есть объединиться с представителем, например, фирмы «Туризм и отдых», для того, чтобы использовать территорию именно как рекреационную, то есть для отдыха людей и для красоты окружающей территории. Это выгодно с точки зрения экологии, потому что территория будет охраняться, она будет достаточно чистая и не будет повреждаться. Площадь территории, которую могут обработать жители одной деревни, всегда ограничена. Поэтому сельские поселения отличаются от городов, значительно меньшей численностью населения. Рисунок сети сельских поселений и занятых их жителей в значительной степени определяется природными условиями. Поэтому сельская местность имеет зональный характер. Каждой природной зоне соответствует свой тип сельской местности. Лишь вблизи крупных городов возникают азональные образования, урбанизированная сельская местность. Как разумнее использовать сельскую местность? Большинство сельских поселений сельскохозяйственные, но во многих селах размещены и небольшие промышленные предприятия, железнодорожные станции, речные пристани, дома отдыха и санатории, больницы. Взгляд различных групп людей на возможность использования одной и той же территории могут быть очень различными, даже исключающими друг друга. Важно выбрать такие виды использования сельской местности, которые бы не противоречили друг другу, сохраняя богатство земель и красоту ландшафта, его эстетическую ценность и в то же время были бы экономически эффективными. Как происходит урбанизация сельской местности? Сравнивая образ жизни в городе и в селе, мы рассматривали чистый город и чистое село. Но в реальности черты сельского образа жизни встречаются в некоторых городах, особенно в малых, а черты городского образа жизни – в сельских поселениях. В зависимости от экономико-географического положения сельского района, образ жизни его обитателей может быть в различной степени урбанизирован. Сравните образ жизни жителей деревни в сибирских лесах и в селах близи Москвы. Жителю сибирской деревни почти во всем приходится рассчитывать только на свои силы. Он должен уметь заготовить дрова на зиму, запасать продукты, а для этого рыбачить, охотиться, работать на огороде, ремонтировать свой дом, печь, хозяйственные постройки обязательно должны обеспечиваться, то есть чинить обувь, одежду и снаряжение, оказывать простейшую медицинскую помощь и многое-многое другое. А в подмосковном селе у большинства жителей благоустроенные дома и квартиры, любые виды услуг, доступные в Москве или многочисленных близлежащих городах. Также они могут выбираться на любую работу по душе в соседних территориях. Понятно, что образ жизни подмосковных сел более урбанизирован, они более активно включены в современную жизнь и не ведут по неволе полу-натуральное замкнутое хозяйство, как в Сибири. Правда, за все в жизни приходится платить, и, конечно, экологическая ситуация в Сибири на порядок лучше, чем в Подмосковье. Выводы. Сельские поселения всегда возникали на ресурсах – земельных, лесных, охотничьих, рыбных. Поэтому они гораздо меньше по размерам, их больше по числу, они более равномерно размещены по территории. Сельская местность сохраняет не только природные ресурсы, но и народные традиции – в одежде, питании, постройках, обычаях, промыслах, к которым сельское население относится более бережно, чем городское. Поэтому сохранение и развитие сельской местности – это сохранение нашего культурного наследия. Вопросы и задания. Опираясь на свое знание о географии, раскройте положение. Каждой природной зоне соответствует свой тип сельской местности. Ну, разумеется, что в лесах, как правило, там не будет гигантское количество полей. Там будут определенные, там будет, скорее, развиваться животноводство на лугах и охотничьих хозяйства. В степях это будут бескрайние поля. Где-то вблизи каких-то приморских территорий это будут рыбные деревни, то есть рыболовецкие деревни, где будут заниматься рыболовством, будут присутствовать пристани. Такое же могут присутствовать возле крупных озер. То есть на каждой природной зоне будут свои определенные типы деревень. В горах, например, деревни будут намного меньше, чем в степной зоне, потому что в горах сложнее прокормиться. Да и полей в горах тоже не будет. В каких районах России, кроме московского региона, процесс распространения городского образа жизни в сельской местности будет происходить наиболее активно? Почему? Очень просто. Разумеется, это вблизи крупных городов. Причем, вблизи южных крупных городов это будет происходить еще более активно. То есть вблизи Ростова-на-Дону, Белгорода, Курска, Краснодара. Там, разумеется, подобные процессы будут идти активно, потому что там большие сельские поселения и рядом крупные города. Поэтому и процесс будет идти достаточно активно. Хотя, в принципе, сейчас с развитием технологии интернета уже практически в любых городах, если там есть электричество и нормальная связь, там уже будут какие-то определенные признаки городской жизни присутствовать. Потому что интернет позволяет получить любые формы досуга, какие доступны любому абсолютно горожанину. Хоть кино, хоть музыка, хоть какой-то клуб, хоть театральные постановки. Что угодно через интернет можно спокойно получить доступ. Предложите по аналогии с рисунком 219 возможные варианты использования сельской местности в зоне степей, в тундре, в горах. Ну, в тундре, разве что, если это будут какие-то особо полезные ископаемые, тогда можно использовать. В любом другом случае, лучше тундру не трогать. Пусть остается такой, какая она есть. В горах, опять-таки, это либо животноводство, либо полезные ископаемые. А вот зона степей, тут, конечно же, гораздо выгоднее использовать полноценное сельское хозяйство за счет очень высокого плодородия почвы. И не столько животноводства, сколько растеневодства. И проектные работы. Составьте схему, отражающую проблемы нашей страны, связанные с географией расселения. Первая проблема, связанная с географией расселения, это крайняя низкая заселенность дальневосточного региона. Где климат, в принципе, уже достаточно неплохой, но при всем при этом населения там невероятно мало. Необходимо решать эту проблему. Даже сейчас, в 2021 году, появились сведения, что на Дальнем Востоке построят очередной новый город. Но сильно ли это поможет, в принципе, хоть как-то хотя бы снизить отток населения из того региона, неизвестно. Да, Дальний Восток очень активно стараются развивать, но все-таки вот это вот постепенное запустение территории, это очень большая проблема для России. Хорошо, что правительство хотя бы хоть как-то, но пытается достаточно активно заниматься этой проблемой. Ну а далее это составьте географическое описание места, где вы проводите каникулы. Это вы уже должны сделать сами. Вопросы и задания для обобщения по разделу. Как различается информация о населении России, полученная при чтении и анализе текста, графических материалов, графиков, диаграмм, схем, карт, фотографий? В чем достоинство каждого вида информации? Как они дополняют друг друга? Все виды информации, безусловно, дополняют друг друга. Где-то более наглядно можно увидеть разницу в том, сколько населения на той или другой территории. Где-то можно увидеть, как расселена то или иное население на какой-то другой карте, например, на экономической. Можно увидеть, чем в основном занимаются в том или ином городе, селе и на той или другой территории. Все это позволяет создать общую картину территории и ее развития. Какие знания первых двух разделов учебника оказались важными при характеристике населения России, каких его особенностей? Ну, из первых двух разделов, безусловно, было необходимо смотреть, какие природные зоны присутствуют на территории России и как там может жить то или иное население. Вновь прочитайте проблемные вопросы перед каждым параграфом. Какие из них вам показались наиболее интересными, злободневными? Ну и обсудите их. Ну это уж вы должны сами сделать. Выделите один из густонаселенных первый вариант и малонаселенных второй вариант районов страны. На основе имеющихся источников информации дайте комплексную характеристику населения данной территории. Как вы думаете, произойдут ли изменения в географии населения этого района в ближайшее десятилетие? Ну что ж, например, если взять Московскую область, самая густонаселенная территория, и, например, Магаданскую область, очень малонаселенную территорию, то можно сказать так. Безусловно, что население Московской области будет постепенно прирастать. Уж очень уж крупные города здесь сосредоточены, много промышленности и абсолютно все условия для поиска работы. Поэтому сюда приезжают как россияне, так и огромное количество мигрантов. А вот в Магаданской области ситуация будет обратная. К сожалению, там население из-за очень тяжелого климата в лучшем случае будет сохраняться на имеющихся позициях. В худшем будет продолжать сокращаться. К счастью, правительство довольно-таки активно занимается поддержкой промышленности на Дальнем Востоке, особенно в таких регионах. К тому же там добывают золото, хотя и не только его. И естественно, что там, где есть золото, там всегда люди стараются туда приезжать. Поэтому, в принципе, там хоть как-то, но в лучшем случае будет сохраняться имеющееся население. 5. Я иду по улице. Опишите один день в своем городе. Ну, это, собственно говоря, вы должны сделать сами. Составьте географическую характеристику себя самого и нескольких членов вашей семьи. Опять-таки, это вы сами должны сделать. Если бы вам в силу обстоятельств пришлось переехать на постоянное место жительства из одного города в другой, но с той же людностью, из города в поселок, из поселка в город, какие вопросы, связанные с изменением образа жизни, могли бы вас заинтересовать? Ну, в другом городе, безусловно, я бы смотрел, какой там климат прежде всего. А вот, например, из города в поселке, это опять-таки пришлось бы смотреть, какой климат, где расположена территория, что вообще в этом поселке есть. То есть, маленький он или большой, какое там электричество, есть ли там доступ к интернету. Вот я лично смотрел бы именно на это. Есть ли там доступ к нормальной воде, не слишком ли часто отключается электричество там, то есть, смогу ли я там заниматься, например, своим делом продолжать заниматься. Все эти вопросы, безусловно, меня бы очень и очень интересовали.